МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Членов Союза журналистов России Владимира Фомина знают у нас в Заполярье многие. Более 30 лет он отдал работе в окружной газете «Нярияна Виньер». С авторучкой и блокнотом, а позднее с диктофоном, он объехал практически весь округ. Бывал в гостях у рыбаков, оленеводов, доярок и колхозников, благодаря чему отлично знал, чем живет человек в деревне. Случались и более дальние командировки, например, в Амдарму. Мне 8-м талантный еще раз, тепло. А в общем-то, вам два лета лета дай. А там же зимой летишь, это же морозильник. Хорошо, вон ты оденешь. У меня была в подарок достаточно летная такая меховая куртка аэропортовская. Ее оденешь там, а все равно прилетаешь, там зуб на зуб не сходится. Думаешь, как вы там вообще летаете? Железный ящик, да и все, что там летит. В 70-х годах снабжение в Наринмаре, в отличие от Амдармы, было весьма скромным. А там приедешь, боже мой, зайдешь в магазин, тут тебе колбаса и в бочках сырокопченая, сырокопченая. Там апельсины, яблоки, чего только нет. А здесь же вообще этого ничего не было. Запомнилась ему командировка и в другую крайнюю точку округа, в Фариху. Там рыбаки всю зиму вели промышленный лов на ваги и корюшки. И всегда можно было найти интересного героя для очерка или достойный материал для репортажа. Раньше выезжал частенько, там же зимой, так там и зимовали, считай, что там по три недели там в командировке. Не дай бог, не погода еще какая. Руководил в те годы рыбным хозяйством округа Дмитрий Михайлович Волынец. И по роду службы Фомину не раз приходилось с ним работать. Не один раз пересекались, когда мы с ним попали, в жуткий мороз. Жуткий мороз был. И там как раз БМРТ приходил. А потом они эксперимент такой делали. Приходит БМРТ, такая мороз такая, зима была как жестока. Чуть не до 45 градусов это мороз там был. И этот БМРТ там застрял. Все силы были брошены на возволение корабля из ледового плена. Но мороз оказался сильней. И судно только к весне покинуло акваторию Фарихи. У рыбаков, конечно, работа с собачьей. Что там говорить, тяжелая. Я не знаю, так себя, думаю, поставьте себя на их место. Думаю, наверное, долго бы я там не протянул. Не раз Фомин выезжал и к оленеводам. Особенно, когда в тундре праздновался День оленя. Престраивались к сельскостанции. А у них такая база была, где они праздновали День оленевода. Это была речка Неруда. Владимир с большим уважением вспоминает и своего первого главного редактора, Александра Кокширова, который и пригласил его работать в редакцию. У меня товарищ был, вот, Володя Тюлебаев, он дружил с дочкой у Кокширова Андрея Демфеевича. И как-то мы попали на какое-то торжество к ним домой. Что-то разговор зашел там, он говорит, парень Николаевич, а не хотели бы вы, говорит, ну, попробовать себя в газете? Так Фомин оказался в редакции. В те годы газета и радио располагались на одном этаже. И журналисты, конечно, много общались между собой. Раньше тоже, может, сейчас, я не знаю, информации, может, много. А раньше, информацию хорошую достанет информацию, это ой-ой-ой. Ну, знаешь, сколько надо платить. Главное, чтобы был факт. Ну, а факты есть, а от факта уже, понятно, весь антураж, как говорится, весь, как говорится, пубы, скелет, а мясо уж ты сам, как говорится, нарастешь. Конечно, бывали и промахи в работе. Тогда первый удар принимал на себя редактор. Заметку кто-то написал из наших корреспондентов, да, что, дескать, уже выполнили два годовых плана съемки, а Путина только началась. Ему с окружком называют, ну, как Андрей Алексеевич, как там, что дела? А он говорит, да, вот, говорит, СИЗО празднует, говорит, празднует, говорит, трудовую победу. Он говорит, да вот, говорит, два, два, говорю, плана по семье, вот, в газете-то, наверное, написано заметок. А те тоже, ааа, ё-моё, да, действительно, как же вы могли? И смотреть надо было не только за цифрами. В редакциях тех лет была даже специальная должность цензора, который по целому перечню, чего нельзя давать в печать, контролировал выпуски газет и радиоэфиров. Владимиру это известно как никому другому, ведь на этой должности работала его супруга Валентина. Порой и ей самой некоторые запреты казались странными, но работа есть работа. До идиотизма доходило. Раньше, к примеру, ограничений было уйма. Про то нельзя писать, про это нельзя. Мало того, что у нас есть аэропорт, про аэропорт, в общем-то есть, а писать про него нельзя. Как будто его вообще нет. Нельзя было, допустим, снимать со здания, которое выше двух этажей, допустим. Со второго этажа ты еще можешь снять. А не дай бог там третий этаж, ты уже все, там уже лет, я там зарубит, делаю и все. Большая работа проводилась в те годы и с внештатниками, авторами из глубинки округа. И у каждого корреспондента должны быть свои авторы. Допустим, если у тебя, чем больше у тебя авторов, тем, значит, тебя больше ценит редактор. За три десятка лет работы Фомина в Нарьянке в редакции сменилось четыре руководителя. И со всеми Владимир Николаевич умел наладить хорошие деловые отношения. Саша Зайцев, он особенно никогда не давил, допустим, на корреспондента, что, дескать, вот ты это все обязательно должен нам это делать. Да, скажет, вот надо, говорит. Говорит, Володя, надо вот так вот сделать. Ну, что, какой разговор. Все, пошел, пошел, делаешь. Как Шаров Андреевич, тоже, он человек такой очень, он был такой, я бы сказал, мягкий человек. Он никогда корреспондента не обидит, никогда, так сказать, голос на него не повысит, никогда, так сказать, ему плохого слова не скажет. И, в общем-то, соответственно, и коллектив его, так сказать, соответственно, к нему относился. Настоящими профессионалами проявили себя в этой должности и Валерий Селиверсов, и Ольга Чебурина. Больше 10 лет Фомин проработал в одном кабинете с Алексеем Пичковым. Известный поэт был и отменным информационщиком. Ответный секретарь или редактор всегда бежали в наш кабинет, потому что знают, что и Фомин, и Алексей Пичков всегда информацию добудут. Мы-то и знали, куда позвонить, и где чего можно, так сказать, взять и посмотреть, и может что-то новое найти. Так что у нас на этот счет с Алексеем проблем не было. А еще, вспоминает Владимир, в начале 70-х обе редакции на Смедовича-19 отапливались печами. И даже в штате была специальная ставка из топника, который в нагрузку взял на себя Алексей Пичков. Ну, они тоже жили часом, понимаешь, не богато. Ребят было много. Там какое-никакое, а какая-то доработка-то была. Мы, конечно, иногда Алексею помогали там. Но в основном он где-то приходил часов в 5 утра, каждый день в 5 утра зимой. Насил эти дрова, потом это разжигать, топить там. Ну, вот в таких вот условиях жили раньше, когда, смотри, работали. И когда сделали у нас центральное отопление, подвели, спасибо, Саша Зайцева, у меня там друзья-товарищи, там где-то слесаря были, там в искателях. И вот они как раз подрядились, сделали очень быстро нам все. И это было такое облегчение. Думаю же, господи, как это мы жили раньше без этого, да? Сейчас Владимир на заслуженном отдыхе. Однако член Союза журналистов России не теряет связи с профессией. Очень внимательно читает окружную прессу. И при случае ему было бы, что посоветовать молодым работникам пера. Что бы я пожелал? Во-первых, во-первых, скорее всего, любить свою профессию, во-первых. И чтобы голова всегда была, так сказать, светлая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok